Пермский метрополитен Следующая станция Гостевая Более того, и наш метрополитен тоже обустраивается Большие творческие каникулы были Тем не менее, мы все вернулись снова в эту большую программу И поэтому решили определить определенные Решили организовать несколько постоянных станций Которые так или иначе у нас в программах будут А вы будете их вместе с нами посещать И снова эти станции надо каким-то образом обслуживать А всем этим будет заниматься большая служба наших специалистов Совместно с приглашенными экспертами И эксперты эти очень известные люди в городе Потому что обычно все так или иначе проблемы Почему-то сваливают именно на их голову Даже те проблемы, которые зачастую от нас зависят Или зависят от строителей Или еще от кого-нибудь виноваты во всем же лично коммунальное хозяйство Станция Площадь Испытателей Уважаемые пассажиры При обнаружении забытых вещей Сообщайте машинисту поезда Здравствуйте, дорогие мои Я, ваш покорный слуга Стив Панхлопов Представляю новую рубрику в программе Пермское метро Сам себе Сегодня я сам себе дворник Что и понятно, тема программы обязывает Что мы знаем о дворниках? О дворниках мы знаем практически все Это мужественные люди Которые каждое утро с лопатами и метлами Выходят на улицы города И в жару и холод В дождь и снег Это то, что мы с вами, господа товарищи Каждый день усиленно засоряем Знать-то мы знаем А вот пробовать не пробовали А надо сказать, что я уже столкнулся с первыми трудностями Ну, во-первых, одежда не самая удобная А во-вторых, мне, кроме микрофона В руках ничего не державшему Вот такие предметы немножко необычные Но мы трудности не боимся Работать и работать Итак, достался мне, по словам коллег, самый проблемный участок Снегу море, народу куча Причем все наглые Чужой труд не ценящие Начал я с нескрываемым энтузиазмом Здоровый румянец на щеках появился Трудовой пот на спине выступил Через несколько минут пылу поубавилось Появилась отдышка Замерзли пальцы на ногах А тут еще эти неблагодарные прохожие Ходят, красоту портят, плюют А курки бросают В общем, работать нормально не дают Ну, вроде закончил Перелопатил тонны, тонны снега Устал безмерно На руках мозоли натер Фух, людей всех возненавидел Идем обратно Тут я подумал, что за те мучения, которые я испытал сегодня Должны мне заплатить, наверное, много денег И решил обратиться с вопросом о материальной стороне К одному из профессиональных дворников Скажите, коллега, много ли зарабатывают такие, как мы с вами, дворники? Дворники получают очень мало Особенно, когда выпадает по природным условиям снег Это физический трот, и они действительно очень мало получают Вот так вот Такие мужественные и фанатично преданные своему делу люди С вами была рубрика «Сам себе» и я ее ведущий Степан Хлопов Встретимся в метро Осторожно, двери закрываются Следующая станция – Гражданский проспект Станция Гражданский проспект Переход на станции радиальной линии Много берут за жилье? Везде лед Зарплата чрезвычайно низкая в этой сфере Интересно, ЖКХ нас думает или нет? Например, работники ЖКХ Декра так просто голову ломают Что им делать с домом на серединной два? Прошло после ремонта менее двух лет Сами вы видите, наверное, в каком состоянии находится сегодня этот подъезд Здесь почисты, каждый день лампочки кучают Или здесь разбивают, или там разбивают Есть подъезды, где жильцы организуют там и цветы стоят, и шторки на окнах Там, конечно, меньше и проблем Безобразие подъезда И у мусорки там вообще очень прям Вот мусор идут и в кульках так, и швыряют около мусора Здесь предусмотрена уборщица Ну, ставка уборщицы, по-моему, 86 рублей Добавлять и доплачивать люди не хотят По-моему, богатых мало единицы здесь вообще живут Наверное, руководящие, работники, коммерсанты в таких домах не живут Тем не менее, необходимо признать, что их отношение к жилью, в общем-то, нисколько не отличается от того отношения, которое мы видим Вот мы сделали сейчас ремонт, нам говорят, а мыть кто будет? Мы не обязаны, говорит, мыть Человек считает, что собственность его квартира, дом, как бы он рассматривает отдельно Человек настроен требовательно Дай, выложь, обязан Другого он не хочет понимать, понимаете? Мы платим, вы обязаны Вот у нас пока такие отношения Бывают, приходят и благодарственные письма, и звонки бывают Конечно, это очень приятно Но в основном, все мы прекрасно знаем, что в основном хулят и ругают Осторожно! Двери закрываются Следующая станция – городские джунгли Станция – городские джунгли Переход на кольцевую линию На ЖКХ надейся, а сам не плашай По такому принципу обустраивают свой быт жильцы дома 25 по улице Тбилисской, что на Крохолевке Еще несколько лет назад этот дом ничем не отличался от остальных Но вот однажды жильцы решили коренным образом все изменить На всеобщем собрании выбрали управляющего Его задачей стало решение всех хозяйственных вопросов И вот, что из этого получилось Во-первых, в каждом подъезде были установлены баки для сортировки мусора Чтобы это выглядело эстетично и лучше запоминалось, их раскрасили в разные цвета Теперь даже ребенок знает, что в синий нужно бросать пластик, в желтый бумагу, а в красный стекло Теперь встал вопрос – куда девать набранный мусор? И здесь управляющий проявил не только хозяйственные, но и организаторские способности Мусор стали продавать А вырученные деньги пустили, куда бы вы думали, правильно, на домовые нужды Во-вторых, при посещении подъездов в глаза бросается удивительная чистота Такая непривычная для пермских домов Оказалось, жильцы убирают их сами, но не по принципу дежурства И уборщиц, и дворников, управляющий домом, выбирает сам Победить в кастинге может только жилец родного дома с невысоким материальным положением Кстати, работает он не на голом энтузиазме, а за реальную зарплату В доме 25 заботятся не только о себе Например, для удобства вывоза того же мусора здесь сделаны выкатывающиеся мусорные баки Должность управляющего подразумевает не только решение бытовых проблем Жильцы могут смело обращаться к нему и за разъяснением юридических вопросов Кроме всего перечисленного, в каждом подъезде есть домофоны, указательные таблички на каждой двери А также доска объявлений с необходимой для жильцов информацией Кстати, именно оттуда они и получают сведения об очередном собрании жильцов Они сами решают, что необходимо изменить в жизни своего дома Осторожно! Двери закрываются Следующая станция – рекламный проспект Станция рекламный проспект, конечная Поезд дальше не идет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...